Коллеги, здравствуйте, еще раз. Значит, вот, чтобы сразу все оставить на свои места, 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 вот, хочу сказать следующее. Вот высшая школа брендинга звучит настолько амбициозно, что все мы как-то смотрим на это немножко застрашать. Я предполагаю, все мы, присутствующие здесь, и те, которые наблюдают за нами онлайн-трансляцией и потирают руки, и потирают руки, потому что вот сейчас я разговаривал с Лешей Михайловым, и я попросил мне, конечно, найдите какую-нибудь аналогию, что грубо похоже, что периодически люди собираются, что-то такое делают, пытаются, знаете, куда-то там закарахтываться, у них не получается, а потом другие собираются, пятые, десятые и так далее. Потому что смотрите, образовательные программы в брендинге существуют, и их уже много. И некоторые вузовские программы, как-то там Криво-Косы, в пути это рекламы, и уважаемые нами, можно сказать, бренды, состоявшиеся, тоже занимаются преподаванием брендинга. Но все это все равно похоже на, вот аналогию мы тут придумали, на то, как, вы знаете, собралась экспедиция Амусона, и пошла на полюс на какой-то, на северный, и не дошла. И все померзли, че-то, понимаете, понимаете, или на южный. Вот на самом деле, надо себе честно сказать, что инициатива группы товарищей, а ну тут все, кстати говоря, гости, по созданию высшей школы брендинга, не может не вдохновлять, но надо понимать, что это все-таки такая экспедиция на северный полюс. Потому что шансов, что потом там собаки замерзнут, есть. Такие шансы есть. Вот, давайте думать, что тем не менее, наконец-то форматно что-то такое получается, что позволит нам всем выстроить, наконец-то, Дим, скажи мульти какую? Мульти? Ох, мульти. Некую мульти дисциплинарную систему. Почему? Потому что вообще индустрия брендинга, как любит говорить один наш товарищ, не присутствующий здесь, она сродни сексу, где участвуют несколько участников. Двое, так минимум. И кроме шуток, многие из присутствующих здесь мужчин знают, что если вот в этом процессе участвуют один больше, а другой меньше, то как бы это печальная история. То же самое в построении бренда. Участвуют большое количество вооблеченных граждан глобально это две группы. Это группы владельцев брендов, их координаторов, их создателей, и группа разработчиков. Мы здесь, многие из нас, представляем вторую группу. То есть мы являемся разработчиками брендов. А скажите, в зале существуют ли, существуют ли в этом зале вообще, люди, хотите, спросите, вот в этом зале есть люди, которые находятся условно, говоря, у руля бренда, бренд-менеджеры, те, которые координируют бренд, выращивают и так далее. То есть другая группа. Вот вы, те самые вы. Лес рук, я вам скажу. Да, это здорово, это здорово. Статизируй все на эти половины. Да, у вас, я ради этого пришел. Что ты что-то говоришь? Всех остальных я знаю. Вот, смотрите-ка, представляется, по крайней мере, так нам доложили организаторы и основатели школы, что обучающие процессы коснутся, коснутся большого количества экспертиз. И в том числе, и может быть там в большей степени это будет относиться именно к программам по обучению, образованию бренд-менеджеров, по образованию людей, которые создают бренд как собственники, как владельцы, как полномоченные со стороны заказчика. Потому что нам, разработчикам, и, между прочим, это я говорю на 3-м встречах, нам, разработчикам, гораздо легче жить. Потому что мы, опираясь на нашу экспертизу, наш опыт, предлагаем какие-то бренд-инициативы, при этом рискуя, ну, разве что, репутацией. А те, кто координирует бренд со стороны заказчика, рискуют гораздо больше. В зависимости от их служебной иерархии, они рисуют и своим рабочим местом, и карьерой, а владельцы брендов так вообще рискуют, как бы, и инвестиционные, которые они тратят. Поэтому риски с той стороны выше. Но, тем не менее, это общее дело. Значит, смотрите, то, что мы сегодня будем обсуждать, это такая, это не научная программа, это некая полемика на тему, вообще, вот что в нашей индустрии нас беспокоит. То есть она такая, знаете, не систематизированная. Я предполагаю, что мои коллеги что-то расскажут, что их тревожит, а вы спросите и, может быть, добавите что-то от себя. Меня, например, тревожит, это прямо буквально вкушение на нашу конференцию, меня тревожит вопрос ценнообразования брендов. Это не может, не беспокоит меня, потому что всякий раз для меня удивительно, инвестиции в бренд почему-то очень часто заказчикам считаются в калькуляторе настолько детально, что там лишние не знаю, сто тысяч рублей могут решать все. Я боюсь сказать слово миллион, потому что это уже это уже слишком, это уже накладывают. При этом инвестиции в рекламу привычно измерять гораздо большими суммами, потому что реклама, ну реклама тоже бы стоят. При этом понимаем, что реклама это всего лишь коммуникация тех ценностей бренда, тех незыблемых основ, которые закладываются сначала. Поэтому потратить несколько миллионов рублей на разработку платформы бренда, на позиционирование, на его, не знаю, там, визуальные атрибуты это всегда такой мужественный вызов для заказчика. Типа, эх, это же дорого, это же как ленджерой много стоит. А потом потратить много денег на бестолковую рекламу не страшно. Вот это не полгода. Спокей. Я тогда начну коротко и мне кажется, я попробую развлечь вас, особенно принимая внимание, что тут присутствуют три четверти людей, которые развлекаются этим же самым ежедневно, развлечь вас какими-то картинками. это буквально на запрос в интернет выпали картинки. Знаете, сразу скажу, для простоты понимания тут речь будет идти в основном об каких-то FFG-примерах, и поэтому в данном случае это российская полка там заморозки кулинарная. Это работы нашего братца цеха, нашего рода, нашего рода. И есть какое-то ощущение, что все это понятно, что называется продукт категории, и можно сказать до степени смешения. То же самое можно сказать про молочную полку, которую я потерял, то же самое можно сказать про полку, допустим, соковую. и хочется сказать следующую вещь. Какая-то фигня, но тем не менее так. Хочется сказать, смотрите, когда мы говорим, что мы строим бренд, и наверное про это будет говориться во время всей образовательной программы Высшей школы бренда, что мы строим что-то такое особенное, потому что вот в нашей ассоциации брендовых компаний России есть подобие девиза, который каждый из нас знает наизусть. Я могу сейчас поднять перышку любого, и он станет отторван этому как очень нашим. А потому что ты комментируешь мне, я понимаю, я буду тебе как спа его обращать. Звучит это дословно так. В мире товаров и услуг неотличимых по качеству и прочим свойствам только брейкинг является наиболее эффективным инструментом конкурентной борьбы. Мы это как бы для себя так сказали. Разумеется, маркетологи всех мастей с нами спорят, потому что ну да, есть воспринимаемое качество, есть там что-то еще, но по большому счету легче нам всем жить, вставая и говоря, что все товары и услуги, которые предстоит брендировать, которые выходят на рынок, они все одинаковые. Ну вот одинаковые они все. Все страховые услуги одинаковые, все машины одинаковые, все высокие молоко одинаковые тоже. И когда мы говорим, что мы строим бренд, мы говорим, что помимо его функциональных качеств, которые вообще к разработчикам имеют отношения, мы должны построить некую эмоцию. Вот пример идиот Сережа Фадеева тем не менее это иллюстрирует. Я долго не мог на него смотреть без слез, но тем не менее в итоге уверен. О чем здесь речь? То есть вот этой кабаристикой мы пытаемся понять, где есть место бренды, что суть это такое, хотя все вы знаете, что это. Смотрите, вот есть очки, допустим, гучные, и они стоят допустим какие-то деньги в магазине кучни. Там неважно от марки, от модели, отхода, выпуска, они стоят в общем деньги. Допустим 200-300 евро они стоят. Есть они же контрапартные, которые подают, если вы бываете за границей, такие черные лисицы, такие они продают на развалах, а потом появляется полицейский, они полотенца как смахивают и так далее. Я вам доложу, что очки которые продают абиссинцы может быть не всегда зачастую являются по сути тем же самым что и очки которые продаются в бутике. Подель там как вот очки мне нравится больше. И в чем же тут смысл? Почему один и тот же продукт один и тот же покупают и у абиссинцев и в бутике Гуччи? Мне представляется это связано с тем что сила бренда существует и по сути бренд это такая вот реально существующая в природе эмоциональная настройка которая мешает мне обмануть самого себя ведь покупая бренд я покупаю для себя некий бенефит некий статус некую преференцию и поэтому если я купил очки Гуччи абиссинцев и одел прямо могу представить себе я через задачу для себя решу но я себя не обманул понимаете я себя не обманул потому что я бренд не купил это у меня не бренд это у меня вот как бы это лжец и поэтому вот этот пример мне кажется а знаете одним из маркеров того что знаете они существуют иначе мы не покупали очки гуччи за 300 евро как это сделать другой разговор вот у нас есть такая вдохновляющая фраза она тут немножко бледненькая но смысл ее вам понятно но это креатив условно говоря что вы можете увидеть там не найти бренд даже по едва угловимым каким-то атрибутам это говорит о том что сила бренда сила бренда заключается в том числе в тех его в той оболочке которую мы наделяем потому что видите тут картинки ну каждое слово сделано в стилистике шрифтом известных брендов и мы понимаем что условно говоря узнать тот или иной бренд даже при условии что там написаны другие буквы возможно ну вы поняли да давайте перейдем к тому что является наверное сегодняшней встречи существенно когда мы сказали что есть представители есть строители бренда со стороны заказчика а есть строители бренда со стороны подрядчиков исполнителей и вот здесь нужна между ними очень четкая коммуникация и если в процессе обучения в школе выдающейся которую мы сегодня наблюдаем эта коммуникация будет найдена будет здорово потому что дисконнекты существуют всегда особенно если есть невовлеченность со стороны бренда смотри возьмем абстрактный какой-то классический бриф какой-то вот прямо любой где речь идет о продукте и на уровне задачи как правило звучат достаточно очевидные вещи мы с этим стараемся ежедневно что продукт из которого мы строим нечто должен быть качественным современным натуральным инновационным традиционным и все что-то такое вот и здесь я буду говорить о тонких настройках потому что если за этими словами что-то прячется и мы это нашли и обсудили в команде строительной бренда бренд будет относительно уникальным сепаратным если же мы к этим словам а это все буквально то получится такая полка коридных продуктов которые я вам до этого показал смотри если мы говорим что бренд допустим современный всякий раз я втрагиваю в этом месте потому что современное это значит что жалко что вы тут не студенты потому что люди такие все такие восторженные но мы все это понимаем то есть это современный бренд это типа apple а получается что бренд какой-то полохматия какой-нибудь анест не современный вот понятие современные для меня лично как для разработчиков всякий раз волнительно не существующий то есть вообще если бренд живет сейчас и мы с ним соприкасаемся значит он современный безотносительно того в дизайне он будет адхоичным или горя каким-то сколб с именовосознанным про качество я вообще сказать ничего не могу потому что в моем представлении качества я думаю что вы возражаете не станете к нам разработчикам брендов вообще отношений не имеют потому что мы прекрасно понимаем что продукт услуга или что угодно должны быть конечно же качественными но я был свидетелем лично когда один выдающийся владелец пивного бренда который потом стал выдающимся владельцем банка из Санкт-Петербурга опять начинается вот сказал что мою пиву моча но будут покупать и поэтому мы можем сказать что пиво то которое не говорят оно является брендом то есть пиво тиньков это бренд при этом про качество там речи не шло с точки зрения натуральной тоже это не к нам потому что условно разработчики бренда могут если нет качества то можно говорить о бренде конечно мы не советуем можно можно говорить бренд это не качество когда мы говорим о бренде мы хотим чтобы в сердце к массовому потребителю любите к массовому попала некая особенная ценность за которую бы он этот товар услугу или продукты любил бы а качество этого у нас у нас поддержку защиты не желтых алексей действительно так просто собирают некачестве они был менее любым потребителю да так смотрите продуктуральный сбоку на ладность это тоже такая такой степи что как она планирует все у нас видите меня будут разрабатывать там было категории фреш там надо все свежие это понятно но извините на свежий купаль и свежая мука старая страницами тоже понятно когда мы говорим что бренд с традициями соответственно визуально надо что-то такое показать что это 300 лет для этого есть инструменты но к сожалению казуистика прибыль вот бывает такова и вы все знаете когда написано что бренд который предстоит разработать не запустить в космос должен быть совершенно инновационным и с очень хорошими традиционные вот так традиционные это где написано шрифтом с засечками и там 7455 а инновационные это такое какое-то светятся чем-то таким изнутри электричество вот если мысли так и не надо получаются формальные сказал один негодяй эту фразу и мы верим в нее мы говорим что да наверное поиск дифференциации является одним из ключевых аспектов построение эффективного правил сша я вижу что кто с тобой спорт не хочет а тут я вообще мне кажется Из всех стилей, которые он видит, инновационные стили, качественные и традиционные стили, что предпочитает русский человек или российский человек? Какой в Кремле или в деревне? Как хочешь, так отвечай. Хороший. Молодец. Ну честно говоря, а без оружия? Не, ну на самом деле, я как бы, ну, чтобы у нас было по конкуренции, скажу, что безусловно... Ой, а ты знаешь, проект меня сейчас будет все время, что ты предпочитаешь? Значит, я придумал бриф из головы, сразу скажу, вот этот парадок мне неизвестен, пусть разработчики его не обижаются, я его не ругаю. Например, нужно разработать некий бренд на достаточно тяжелом коленном рынке, их лекция. И у нас существует целевая аудитория, которая описана, потому что маркетологи уже посмотрели. Понятно, что мы с Димкой Пёрышком хлебцы есть не станем, а хлебцы будут есть актуальные эгоистские женщины 25-35, и, в общем, короче, такие современные классные тетки. На улице будут вода вот такие, потому что они все фитнес, они фитнес, они прям лопаются в молодости, и, честно говоря, я хотел бы остаться на этом слайде навсегда. Вот, потом наступает время погружения, и понимаем, что, в принципе, основной потребитель, хлебцы, это действительно небросовые люди, но реальные люди, немножко иные. Тут мы не подгораем, это, кстати говоря, вот это исправлюсь, исправлюсь. То есть это, в таком фокус-группе, там, портрет гидрация. То есть они не бомжики, они хорошие, они главные. В общем, они классные, но они идентичные натуры, но вы понимаете, вот как вот, чтобы сорваться вот с штатов, надо сказать, что, как бы, первое, что приходит в голову, когда ты говоришь про 25 лет, молодая, самоверенная, спортсмен, эгоцентрист, ты представляешься такую, а де-факт, выходит такая. Либо, хорошо, агентство СОЗД тут не присутствует, не сказал я, не застрашайся, а тут. Одно время был у них такой проект, Тропикана Гоу, и мы все на него смотрелись, понимаем, что, эх, сотый раз встаем на ту же самую историю, вот. Потому что целевая аудитория самая лакомая, самая хорошая и понятная нам всем, наша молодежь. А молодежь у нас вот такая, вот, как бы, по крайней мере, под такую молодежь делался продукт. А дальше, в данном случае, я не пытаюсь верничать, я пытаюсь сказать, что вообще-то такой категории молодежь не существует. Если мы взрослые, все разные, то молодежь-то точно другая, более того, она называется подростки. Этот слайд сделан элементарно, просто, опять же, Фадеев сбил в яндексе подростки и выпили картинки. Это все подростки наши, и, как бы, они хорошие же все. Единственное, что вот эта девочка типологическая и вот этот молодой человек, они разные, они все чуть-чуть какие-то другие. Они субкультурные, они некультурные, либо избыточно культурные, они там хипстовые, но в любом случае они не вот эта вот глянцевая, вот эта вот глянцевая тигня. Из-за этого я пытаюсь сделать вывод, я пытаюсь сказать себе, смотрите, когда начинается квитэссенция всего, коммуникация двух частей команды, владельцы бренда и разработчики бренда. Эта коммуникация может быть, безусловно, успешная, если нам пытаться обойти все штампы. Эта коммуникация будет абсолютно формальная, если нам это сделать не получится, и мы создадим общее место. Общее место это тоже не беда, потому что вот сейчас Дэн у меня спросил бы, если бы дал бы я это слово, он бы спросил, а как же существуют бренды именно в категории? Например, а разве бульонные кубики Кно не бренд, или, допустим, магия, или, допустим, как я там что-то, Галина Бланова, разве не бренд, мы, маркетологи, на это отвечаем, тоже бренд. Единственное, что когда бренд закатан в категории «не отличим друг от друга», стать ему брендом позволяют квалификации массовые. Если мы будем, допустим, говорить про то, что сок добрый сам по себе атрибутов бренда не несет, ну вот не несет, ну, наверное, почти совсем. Но я бы хотел, чтобы меня поднимали расщиренно, понимаешь, это же не так устно, как мысли. Рефлексия, через 20 минут. У нее тоже особенность, она отвечает на все мои уклёги через полдня. До школы. И, короче, смотрите, вот если бренд не обладает какими-то атрибутами, которые у него заложены уникальными, то брендами можно стать, если вложить им миллиард сексилиардов евро. И он станет тоже брендом, как, например, тот же сок добрый, безусловный бренд. Ему и деваться это некуда, потому что ему уникально быть не дано, это массовый продукт, который пьет 40 миллионов россиян. Мы же говорим о том, что как здорово бы на старте создания бренда бы найти что-то эмоциональное, чтобы это попало в сердце, а уж потом будут деньги на рекламу, хорошо. Не будут деньги на рекламу, а мы и так уникальны, мы и так прекрасны. Вот это задача двух команд. И это, я думаю, задача образовательной программы и тех педагогов, которые будут нам всем, ну или там слушателям, прежде всего, в школе рассказывать. Потому что брендинг в России на языке у всех уже 15 лет, а до сих пор мы сталкиваемся с тем, что пытается гораздо разиться. Я вот свою полторну закончил, у меня есть три кейсика по две минуты, которые говорят, что вот один отца жив, но хотите, покажу вам один, хотите нет. На самом деле это три кейса, вот клянусь господом, нехватывай ради, но чтобы показать, что вот именно сила бренда позволяет банальным продуктам как-то существовать. Первый кейс называется Камильфо, я знаю, что правда для нас незнакомый, целевая аудитория, кстати говоря, брендинг, и прочее. И если кто-то заметил, то Камильфо, которое было создано 8 лет назад, обрело относительно новое лицо в 13-м году. Потому что вот это то, что жило с 2005 года, и вырастала ретроистория, которая позволяет нам говорить о женском самосознании, самоощущении. Ну, вы знаете, врать про прошлое легко, если мы говорим про современность, мы точно не попадем в какие-то социальные штампы. А если говорить про Гретту эту, как ее зовут, Горго, то никто ее живой не помнит, поэтому вот тогда женщины были, да. И, соответственно, целевая аудитория для бренда Камильфо в 2005 году нашлась, и такая четкая, такая приверженная, такая преданная, что у каждого крыта было нечем. На высоко крыта время, между прочим. Именно мы уехали в тему лета. Прошло 8 лет, и вы знаете, сработал фантастический механизм, если я про это разрешаю рассказывать, это история исследований аж годовая, аж больше. Оказалось, проблема, а эта проблема в том, что массовые потребители, в том числе этот клуб приверженных фанаток к Амильфо, стал немножко подтаять. И связано это вот с тем, что очень далеко ушли в ретро, и система восприятия стилистического немножко сменилась. То есть, по-прежнему надо рассказывать про независимую, сильную женщину, и орубиться в ретро в 30-е годы очень далеко. И, собственно, решением было, решением было, это вот все старое, а церка нового, решение было передвинуто. Я просто сколкиваю, если там кому-то интересно, кейс длиннющий и очень красивый. Решение было сказать, мы снова про ветро, мы снова про женщину, которая независимая, которая насрать на то, что 75 мужиков или бросила подряд, причем, вот. Она говорит, все равно я лучше, потому что они все козлы. Ну, это основной кейс-сайт, у меня, к примеру, очень продуктовый. Просто мы взяли другой ретро. Мы взяли ретро 50-х годов, мы взяли хипстеров, мы взяли тему, которую люди хоть как-то ощущают, потом мы немножко это шлифовали, потому что все-таки камень-фо. Это женская история, а значит такая у нас гламурная. И получилось у нас новое ретро, вот такое. Там кто прианимает, увидит, что изменилось все-все-все-все-все-все-все, а в целом образ бренда остался. Вот камень-фо старая, привычная нам всем, а вот она новая. Не скучно еще услышать один кейсик? Уже, конечно, всем мы с этим высоко-высоко проели плешь, но вот здесь с удовольствием прямо скажу, что как будет молоко, это то, что, помните мои первые слова, что все продукты, товары, услуги, страховые компании, банки, все одинаковые, абсолютно. А молоко вообще одинаковое. Вот там только по жирности отличается, грубо говоря, но по большому счету и все. И поэтому все мы изобретаем, как бы массового потребителя с молоком обмануть. Как бы сделать так, чтобы он какое-то наше молоко выделил среди миллионов прочих. Потому что дефицита нет. У человека пришел в магазин, есть молоко, он взял. Нету любви марки, взял другую. А способов обмана у продуктов, которые мы называем вообще категорией коммодити, потому что это полностью биржевая товар молоко, способов обмана все меньше и меньше. Потому что про фермерское молоко рассказали, про таковы Секора сказали. Как зацепить? И мы в доме... Сэр, опять я... Да, опять я... Слушай, вот ты говоришь слово «мамы», да? Ты это сказал, нет? Ну, реально, это не... Я сказал? Да. Мог. А бренд может быть и честным? Может, Бен, бренд может быть честным. И все... Ты знаешь, я больше скажу, Бен, я пытаюсь быть ежедневно честным в самом утро и до вечера. И кроме гидеров, всех отопечать, понимаешь? Один был гидер плохой, он такой вот, бренд с утра. То есть, деньги нет, когда честно. Вот, да. Но при этом каждый день заканчивается, я понимаю, что процентов 70 времени в течение дня я брал. Потому что если я был бы честный, меня гаишник бы не отпустил, этого не то, жена бы не поверила, ребенок бы расстроился. Поэтому, Бен, может быть, Бен, честный, но мы будем говорить про вранье. И поэтому, значит, великое вранье в чем? Что когда мы сказали, что у нас есть белорусский бренд молока, и сайт, между прочим, базовый, и вообще одна из платформ бренда эффективных, она существовала и без нас. Ее белорусы придумали сами. Ее придумал, ее придумал белорусский народ, вы знаете. То есть, страна, где все не очень, вот это было в нашем покое, знаете, зато бы у меня где-то молоко. То есть, и вы это массовый потребитель геет. Потому что, когда мне спрашивают, какое молоко хорошее, моя мама сразу скажет, белорусское, почему? Потому что там коммунизм, там все плохо, там батька всех расстреляет, коррупции там нету, ничего у них там вообще нету. Зато молоко у них естественно, образом хорошее. Это одна из платформ. Другая платформа, это органическое молоко, молоко фермерское и так далее. Здесь стрёмно, потому что что-то мы фермерским молоком перекормили. Господь Борнер со своим селом зеленым, мне кажется, уже вклопил последний гвоздь, крышку гроба. И поэтому, по этому пути мы не пошли. Тем более, продукт массовый, а все-таки продукт фермерский должен быть какой-то такой, знаете, но явно штучный. Так же мы не пошли по какому-то пути еще, а в текаре, мы не будем предупреждать. Там еще была одна история, там просто ничего, я думаю, ты это отдельный слайд. Короче, вот верхний правый слайд, это офигенский инсайт, который, грубо говоря, у кого-то будет смелость, берите, потому что его еще нет. Это мы подаем продукт, это, знаете, там, фермеркрейд. Грубо говоря, через тяжелый труд людей. Потому что наша цель создать какую-то эмоциональную такую особую среду потребителя, и поскольку про все вести он уже сказали, уже с этими молочниками там засмеялись и так далее, мы и говорим, вам, знаете, покупатель, вы покупаете, вы берете молоко в магазине, а ведь его делали люди, которые тяжелые труды, они несчастные, они такие все, блин, заскорозные, вы хотя бы их пожалеете, купите. Пожалуйста. Я понимаю, полу страшно как-то, но с другой стороны, ребят, это, это ниша, это ниша, что вот этот продукт, который стоит перед вами, будь то что угодно. Пока его делали, там столько горя люди, натерпелись. Если ты не купишь, ты цинек и не гоняй, знаешь, лет 60 рублей, жалко сволочь. Вот. Короче, мы нашли, тем не менее, инициативу другой, чистый, и из него все эти получилось. Тоже вранье страшное. Мы сказали, вот в какие моменты у человека, у любого, что-то внутри такое начинает вот щелить. Когда он думает, про дом, про маму, как это, у каждого из нас бывает драма, она, казалось бы, решается легко. В осеннем городе одна скучает, мама, этот город расположен далеко. Это бы я написал стихи, вот, понимаете? И, короче, вот, когда человеку сказать, а помнишь, как в детстве было хорошо, каждый скажет, да, в детстве было хорошо, сейчас плохо, в детстве хорошо. И вот мы поэтому построили на этом наш замок, потому что в детстве все было хорошо и, соответственно, молоко в детстве тоже было хорошее. И тут ключевое сообщение не то, что молоко было в детстве хорошее, а ключевое сообщение в том, что вот ты, чувак, про детство вспомнил и тебе на секундочку стало как-то тепло внутри. Купи в этот момент. Потому что это ощущение пройдет сейчас. Вот. Получился выдающийся, на мой взгляд, параллельно. Абсолютно. Гуляй, вы увидели этот ролик? Сейчас, сейчас. Сейчас все будет? Это будет ролик для клиента, для заказчиков. Это мы так продавали идею. КОНЕЦ КОНЕЦ ПОДПИШИС 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 КОНЕЦ ПОДПИШИС 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 Ну, на самом деле, с точки зрения исполнения и так далее, и так далее, разумеется, для того мы и хорошие, я говорю, мы не мы, а мы присутствующие здесь, и хорошие специалисты, чтобы если что-то на такое придумали, чтобы нажать, вы уж будьте уверены, как бы нажмем на живое. Хороший пункт продукт. Ну, давайте тогда все. Давайте так. Спасибо. Коллеги, смотрите. Включи меня, пожалуйста. Я сказал, кто у нас следующий? Дайте мне в голову. Ну, на самом деле, давайте скажем так, поскольку мы тут такие спикеры еще те, у Афонского со словом, значит, если хочется, у вас что-то там кому-то сказать, скажите, добавить, добавьте, потому что вообще у нас из Дима Лешина, а то ли добавят, то мало, покажется. Поэтому, если есть вопросы, задайте, если нет, мы послушаем следующую. А этот бренд дает? Да, этот бренд продается, в Москве он есть, а то есть, он зарисовался в сети в основные, и вот, грех сказать, хорошо. то есть, пока что, там, как это будет, в Москве можно будет смотреть через время, но пока какое-то пугающее, победоносное шествие, ну, посмотрим. Алексей, социальный бренд. Да, конечно, говорит о том,